Задача заключается в том, чтобы рассказать о том, на какие периоды делится история древнего Китая. Прежде всего, надо сказать, что задача эта достаточно сложная, потому что за последние десятилетия, буквально с конца 90-х годов XX века, китайские археологи, китайские ученые обнаружили огромное количество материала, и сейчас перед мировой синологией стоят новые задачи переосмыслить и создать более дробную, более точную периодизацию исторического процесса. Надо сказать, что в настоящее время в связи с этим высказываются разные точки зрения. Некоторые проблемы попали в сферу внимания ученых, некоторые еще нет. Я расскажу о тех подходах, которые существуют среди московских синологов-древников. Некоторые вещи уже опубликованы, некоторые только будут опубликованы. Но в любом случае, то, о чем я буду говорить, будет отличаться от того, что написано в вузовских учебниках. И могу смело сказать, если кто-то из зрителей увидит слова «яншао», «уншань», «ся», то нужно понимать, что это устаревшие данные, которые не отражают современного состояния науки. Ну а теперь, собственно, периодизация. Известно, что историки рассматривают все явления в категориях «пространство» и «время». Вот, собственно, периодизация — это и есть способ членения исторического времени. Но прежде чем углубляться в периодизацию, необходимо сказать, собственно, о пространстве. Что же такое Китай? Действительно, Китай сейчас — это огромное государство, которое занимает большую часть Восточной Азии. Но, естественно, историки знают, что в древности размеры территории, где жил государство, образующий этнос, было значительно меньше. Поэтому я вкратце выделю основные районы. Основная особенность Китая в древности заключается в том, что он делился на две части — северная и южная — бассейн реки Хуанхэ и бассейн реки Янзэ. И сейчас историки рассматривают эти две области как уникальный двуединный исторический регион. Если говорить об этом двуедином регионе, то надо отметить, что его северная граница соответствует примерно линии Великой Китайской стены, а южная — к хребту Нанлин. Это провинция Гуанси-Гуанду. И вот теперь надо сказать, что северная часть бассейна реки Хуанхэ — это области, где в бассейне среднего Хуанхэ жили предки современных китайцев, которые относятся к сино-тибетцам, которые в исторической науке принято называть в древности Хуася, а уже в имперское время, в поздней древности, Ханьцзу — ханьцы. И сейчас в современном Китае Ханьцзу является государствообразующим этносом. Но рассматривая Китай и говоря о его периодизации, нельзя вычеркивать и южные районы, бассейна реки Янзе. Дело в том, что там живут народы, говорящие на языках восходящих к аустрической проязыковой семье. И это родственники или предки тех народов, которые сейчас живут в Юго-Восточной Азии. Да, это и вьет-мамонги, вьеты-монг-хмеры, это и хмонг-миены или по-китайски мяо-яо, и, конечно, тайские народы. Вот история древнего Китая — это история не только Хань, но и история южных народов. Двуединство заключается в том, что в древности и во все последующие эпохи эти народы взаимодействовали друг с другом. И, собственно, уникальность китайской цивилизации заключается в том, что она создана не одним каким-то этносом, а всех совокупностью народов, живущих на территории этого двуединого региона. А теперь периодизация. Напомню, что всемирно-историческая периодизация состоит из двух больших таких подразделений, этапов. Это догосударственная история, государственные. Догосударственные изучают археологи, изучают с помощью археологических методов. И догосударственный период, как хорошо известно, должен напомнить, делится на палеолит, неолит и бронзу. Иногда между ними выделяют энеолит. Государственный период, как мы все хорошо помним, включает в себя древность, средние века, новое время и новейшую историю. Теперь, собственно, хронологические границы древности в истории Китая, о котором я говорю. Древность, мы сейчас, я скажу только о государственном периоде. Да, речь идет о эпохе зарождения государства. И это нижняя граница периода. Здесь возникает очень много вопросов, но современная археология позволяет нам передатировать начало государственного периода и начинать не как раньше, с 1300 года до нашей эры, когда возникло государство Шан в районе современного города Аньян, хорошо всем известное, а несколько раньше, с 2500 года, примерно до нашей эры, когда возникли ранние государства нового типа на территории Нижней Янзы. Это район озера Тайху и хорошо известный город Суджоу, Шанхай. Поздняя граница, конец древности в истории Китая, так же, как и в мировой истории, мы выделяем третьим веком нашей эры. Соответственно, напомню, что средние века заканчиваются началом XVI века, новое время заканчивается началом Первой мировой войны, и новейшая история, соответственно, уже XX-XXI век. Вот если говорить о древности, да, несколько слов о догосударственном периоде сказать необходимо. Палеолит — буквально несколько слов. Мы знаем, что палеолит делится на нижний, средний и верхний. Основная проблема — это проблема антропогенеза, которая волнует историков. Есть целая история, потому что был ли Китай родина человека умелого, и был ли Китай. Территорий, где появляется человек современного вида — это большие проблемы, которые в китайской науке так сложилось, рассматриваются не только как научные, но еще и как идеологические. Поэтому я их опущу. Говорить об этом не буду. У нас есть специалисты в Новосибирске, которые замечательно этим занимаются. Неолит — это время зарождения земледелия. Вот по современным данным, земледельческое хозяйство на территории Китая зарождается примерно в 10-9 тысячелетиях до нашей эры. И первые памятники найдены на территории как раз средней и нижней Янзы. Хорошо описаны отдельные памятники и культура. Дальше мы имеем дело с нижним неолитом, когда отдельные поселения еще с большим трудом сводятся в культуры, но этот период длится с соответственно где-то 9 тысяч до середины 6 тысячелетия до нашей эры, то есть 5500. И в это время земледельцы заселяют лишь отдельные районы и начинают осваивать сначала предгорные аграрные районы, как и везде в мире, а потом уже и сравнительно крупные земледельческие долины в бассейнах рек и озер. Здесь очень важный сюжет, связанный с историей Великой Китайской равнины, на месте которой раньше был, по данным геоморфологии, древний пролив, потом этот пролив затягивался. И вот история следующего периода, средний неолит 5500-3500, это заселение народов, живших по периметру этого пролива, этих новых аграрных территорий. И здесь очень важно добавить, что современные историки, которые опираются на данные лингвистов, могут не только описывать памятники с точки зрения материальной культуры, но и реконструировать этнолингвистическую историю, то есть атрибутировать каждую отдельную культуру относительно народов, потомки которых живут сейчас на территории Китая. Это интереснейшая по своим задачам, по своим возможностям проблема, которую необходимо иметь в виду. И вот 3500 начинается новый период древней истории, это поздний неолит, время, когда Великая Китайская равнина заселена в значительной степени и начинается освоение многих других аграрных очагов в отдельных районах Китая. И к этому времени складывается этническая ситуация, которая будет играть свою роль накануне складывания ранней государственности. Поэтому еще раз напомню, что в бассейне Хуанхэ мы имеем дело с предками современных китайцев, которые постепенно расселяют западные и восточные притоки, это река Вэйхэ, Фаньхэ и некоторые другие. И тоже стремятся на восток, двигаться в направлении Великой Китайской равнины. И история вьетских народов, которые живут в бассейне озера Тайхун, является, по всей видимости, этносом, который лежит у истоков культуры Лянчжум, в рамках которой сложится и первое государство на территории Китая в районе 2500-2300 до н.э. Восточные в бассейне Янзы жили предки современных народов Монг или Мяо. И они сыграют большую роль уже на следующем этапе в эпоху складывания государства средней бронзы. И к югу от них жили тайские народы, которые находились на периферии, и непосредственно участие прямого в истории этносов бассейна Хуанха Янзы участия не принимали, но тоже были с ним связаны. Государственность возникает по современным данным, данным археологии в первую очередь, в районе 2500-2400. И ранние этапы развития этого государства, это соответствует рубежам, выделяемые археологами, как ранняя бронза и средняя бронза. И вот это государство, по всей видимости, нового типа, которое можно сравнить с государством Ближнего Востока и Нила и Мисопотамии, которые в силу различных климатических и других причин были достаточно краткосрочными и располагались в разных районах бассейна Янзы и постепенно перемещались в бассейн Хуанха и на юг Великой Китайской равнины. И вот, собственно, государство, которое мы можем отметить новый период, это государство Шан, которое возникает в бассейне реки Хуанха. Вот с этого момента уже у нас история подкреплена не только археологическими, но и письменными источниками. Соответственно, шанская история, это время с 1300 года по 1027, когда его завоевывает народ Джоу. И на смену государству нового типа приходит новое государство, когда столица находится в одном месте, политический центр, а его отдельная территория находится в анклавах, часто отдаленной на достаточно большую территорию. Период западной Джоу длится с 1027 по 1771 год. Вот за это время отдельные анклавы превратились в самостоятельные царства, и в 1771 году свергли Джоуского Вана и объявили о своем суверенитете. Начинается период Чуньсюб, китайский левесен и осенник, который длится до 453 года. Это история противоборства этих крупных царств, когда на смену Джоускому Вану приходит институт гегемонии, и за эту гегемонию царство начинает бороться. К 453 году выяснилось, что гегемон не может быть лидером Восточной Азии, и из большого количества небольших государств на исторической карте осталось порядка 6-7 крупных государств, и вот эти государства вступили в борьбу за империю. В 221 году до нашей эры эта империя возникла, мы ее знаем как империя Цинь, и первый император, всем хорошо известный Цинь-Шуан. Эта империя существует до, по сути дела, до года жизни самого Цинь-Шуана, до 210 года. При его наследниках она распадается. Начинается борьба за восстановление суверенитет царства периода Джанго, и здесь во главе его стоит жители царства Чу. Начинается время гражданской войны. Это гражданская война за циньское наследие, за создание или восстановление суверенитет старых государств или создание новой империи, длится с 209 по 22-й год. В 202 году побеждают Чусце и Любан. Но он является создателем государства Западная Хань, которая становится новой долговременной империей, которая просуществует до 8-го года нашей эры. Но именно она и станет первой двуединой китайской империи, которая будет охватывать в полной степени и бассейн Йензэ и Хуанхэ. По главе этого государства стоят императоры из рода Люм, правит династия Люм. Но в конце ее истории начинается борьба женских родственников за власть. И вот в восьмом году к власти приходит, это уникальный случай в мировой истории, родственник по женской линии из рода Ван, Ван Ман. Он правит дом 23-го года. Но в истории так часто бывает, родственники по женской линии не могут удержать власть. Вспомним Бориса Годунова. И начинается новая гражданская война. Война за восстановление империи, в которой правила династия Лю. С 1923 по 1925 год идет новая гражданская война. И вот к власти в 1925 году приходит один из военачальников из рода Лю, который нам известен титулом Гуан Уди. Гуан Уди становится основоположником последней долгосрочной империи древности, восточная Хань, которая существует с 1925 года по 220 год н.э. На этом древность заканчивается.